Давайте сейчас детально разберем эту тему. Тут есть что обсудить. Итак, к нашему прямому эфиру присоединяется Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег Владимирович, приветствую вас, как всегда, рад видеть. Я вас также приветствую. Олег Владимирович, у меня первый вопрос, отталкиваясь от нашего сюжета. Вообще, что происходит? Итак, ослаблены санкции в отношении Титана из России и крупный европейский лидер Мануэль Макрон, которого до недавнего времени часто обвиняли в такой непоспешности, скажем так, в такой, прямо скажем, человеком он был, который не быстро принимает решения. Сейчас все начало меняться, но тем не менее, вы понимаете, о чем я говорю. И тут якобы Макрон лично прилагает значительные усилия, скажу так мягко, чтобы Джастин Трюдо пошел на этот шаг в отношении Титана из России, на секундочку. Что происходит? Где тут зарыта собака, как говорится? Ну, я вам отвечу очень известным высказыванием Уинстона Чарчилля, который сказал, что у Великой Британии нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы. Есть Airbus, есть его подразделение в Канаде, подразделение, которое производит комплектующие, в частности, группу шасси для премиальных самолетов. Есть требования технологические к использованию в процессе этого производства Титана. Есть запрет, который ввело канадское правительство на закупку Титана санкции против российской ВИСМО. Стала ситуация, при которой Airbus мог резко затормозить выпуск самолетов премиум-класса на фоне достаточно жесткой борьбы с Боингом. А мы с вами знаем, что Airbus в действительности на сегодняшний момент имеет достаточно большое количество производств на территории Франции, и для Франции это производство является ключевым с точки зрения рабочих мест, с точки зрения налогов. Остановка поставок комплектующих из Канады могла привести к остановке основных производств Airbus во Франции и, естественно, ухудшению социальной атмосферы в стране. Поэтому Макрон и предпринял этим действием. Кстати, а что вас удивляет, извините? Неужели мы удивлены тем, что ни в одном санкционном пакете нет санкций против Росатома? Это все та же причина, по сути? Да, потому что национальная французская энергетическая компания имеет с Росатомом достаточно крупные долгосрочные контракты и на поставку ядерного топлива, и, самое главное, на утилизацию отработанных ядерных отходов. Ну, Франция же не будет их захоранивать где-нибудь в районе Сан-Тропе, правда? Да. Она отправляет это все в Российскую Федерацию, где это все происходит захоронение. А назовите мне, пожалуйста, хотя бы один санкционный пакет, где есть ограничения на поставку российского природного газа. Ни одного. То есть нужно абсолютно... Да, подождите, а редкоземельные металлы российские? То же самое, да? То же самое, естественно. Поэтому мы должны быть абсолютно в этом отношении четкими и трезвыми с точки зрения совпадения интересов. То есть нужно четко понимать, что война в Европе является категорически неприемлемой для Европейского Союза, для Европейского континента, для стран Европейского Союза. И они, естественно, активно помогают Украине. Но параллельно с этим у них есть и другие интересы. И эти другие интересы касаются рабочих мест, касаются налогов, касаются конкурентной борьбы на рынках высокотехнологической продукции. То есть то, что западные компании, многие, я прошу прощения, то, что многие западные компании не выходят из российского рынка, это тоже следствие этой самой логической цепочки, я правильно понимаю? Смотрите, там ситуация несколько более сложная, потому что одно дело покупать сырье, которое на сегодняшний момент является остро-дефицитным в мире, а другое дело пребывать в Российской Федерации и там платить налоги, которые, поступая в российский бюджет, финансируют войну. Это несколько более грязное мероприятие, и поэтому мы достаточно видим жесткую позицию Европейского Центрального Банка, видим позицию, в конце концов, американцев. По поводу давления на финансовую структуру, это, по сути, на сегодняшний момент наиболее богатые европейские компании, которые остались пока еще в Российской Федерации. Их выход усложнен россиянами, но факт остается фактом. То есть и по ним тоже достаточно жестко идет прессинг с точки зрения их выхода с рынка Российской Федерации. Но опять же, еще раз повторяю, одно дело покупать сырье, но ведь мы же с вами понимаем, да, что ни J7, ни кто бы то ни был, аж не смог запретить покупать российскую нефть. 80% российской нефти покупается Индии и Китаем. В рамках существующих как бы ограничений. Да, и как бы это все, ну опять же, мы же понимаем подоплеку этого дела. Уход, например, России с энергетического рынка, рынка нефти, мог бы привести к резкому возрастанию цен на нефть на мировом рынке, и как следствие пострадали бы все страны. Поэтому здесь существует очень аккуратный баланс интересов. С одной стороны, да, Россия агрессор, Россия должна понести финансовое наказание за это. Я озвучиваю позицию крупнейших европейских стран, стран J7. А с другой стороны, ну, мы же не должны забывать о собственных интересах. А собственные интересы – это конкурентная борьба, собственные интересы – это рабочие места, это собственные налоги. Вот как бы все понятно. Ничего удивительного в этом нет. Вы знаете, Олег Владимирович, я сейчас хочу с вами еще одну тему обговорить относительно санкций против банковской, сферы банковского сектора Российской Федерации. Мы помним, что скоро саммит J7. И вот в связи с этим очень хочу получить ваш комментарий относительно следующей темы. И так, как сообщает Bloomberg, страны Большой Семерки и Евросоюза готовятся ужесточить контроль за соблюдением санкций. Угроза применения вторичных санкций банкам, помогающим России обходить ограничения, уже привела к серьезным проблемам в расчетах новой мишенью вот этих санкций. Могут стать те, кто использует для этого систему передачи финансовых сообщений, созданный Центробанком России, как аналог SWIFT. Что можете сказать про эту историю? Перспективна она в плане экономической борьбы против Российской Федерации? Или тут тоже не все так просто, могут быть нюансы? Не, ну смотрите, вы же знаете, да, что в Китае движение биткоина запрещено. Так. Тем не менее, через Гонконг китайские компании проводят операции, в частности с криптовалютами, для того, чтобы найти альтернативные способы расчетов, не применяя резервные валюты доллара и евро. Они попробовали уйти в юани, попробовали уйти в рупии по основному своему, скажем, экспортному направлению. Но опыт практически двух лет показал, что уход в национальные валюты очень сильно чреват сложностями с дальнейшим использованием этих валют в дальнейших расчетах. Ну, любая операция с юанями требует стран, компаний и не китайской юрисдикции, требует специального решения Народного банка Китая. С рупием вообще ситуация крайне сложная. Была очень серьезная дискуссия между российскими компаниями, поставляющими нефть на индийский рынок, имеющим рупий на сегодняшний момент на 40 миллиардов долларов. Они предложили индийское правительство дать список товарных позиций, которые можно использовать в расчетах рупий. На что индийцы сказали, у вас есть один способ – это вложить эти рупии в развитие индийской экономики. Ну, то есть, нужно понимать в этой ситуации, что национальные валюты с ограниченной конвертируемостью имеют очень большие проблемы. Операции в евро и в долларах очень четко отслеживаются и ЕЦБ, и Федеральной резервной системой. Потому что, ну, механизм существования банковских расчетов предполагает, что все операции в той или иной валюте происходят на корсчетах банка юрисдикции эмитента этой валюты. Ну, то есть, все операции по долларам проходят через корсчета американских банков. Все операции по евро проходят через корсчета европейских банков. Что очень четко отслеживается регуляторами этих стран. Поэтому, естественно, страх попасть под вторичные санкции в случае выявления достаточно больших массивов операций в этих валютах с российскими компаниями, в первую очередь компаниями подсанкционными, по товарным позициям, которые попали в перечень санкционных ограничений. Или это, например, товары двойного назначения. Естественно, требует, призывает эти банки активно искать альтернативные способы расчета. Но пока на сегодняшний момент мировая финансовая система пробует биткоин, пробует криптовалюту. Но опять же, мы должны понимать, что волативность этих валют, крипты этой такая, что зафиксировать конкретную цену практически невозможно. Она очень сильно колеблется. Очень высокая волативность. Поэтому в этой ситуации, еще раз говорю, резкое усиление контроля за операциями и со стороны Министерства финансового соединения Штатов Америки, и со стороны Европейского Центрального Банка, она будет усиливаться. И сложность проведения расчетов будет нарастать однозначно. Так что санкции, они не действуют сразу, они действуют нарастающим итогом. Ну да, такой некий накопительный эффект, да? Олег Владимирович, я, с вашего позволения, у нас еще есть немного времени, хочу затронуть еще одну тему, поговорить с вами о российских активах. И не просто о российских активах, а о частных активах. Что имею в виду? Ряд стран Евросоюза изучает возможность изъятия частных активов россиян в пользу Украины. Об этом заявил официальный представитель ЕСТ Петер Стану. При этом этот самый Стан отказался назвать конкретные государства. Как вы думаете, в данном заявлении больше некоего политиканства, что ли? Или, возможно, на самом деле разговоры об изъятии частных активов россиян, и передачу их Украины, об этом разговор ведется? И, возможно, это будет нести какой-то конструктивный момент? И, если это так, о каких сроках тут может идти речь, по вашему мнению? Когда это может воплотиться в жизнь? И в суммах, конечно же. На сегодняшний момент, по предварительным оценкам, в том числе и известных финансовых изданий мировых, общий объем замороженных российских частных активов составляет от 120 до 150 миллиардов долларов. Ну, огромная сумма в реальной действительности. Причем, очень многие из этих активов – это недвижимость, это дорогостоящие товарные позиции, которые достаточно сложно быстро реализовать, это как бы достаточно сложно ликвидные вещи, но, тем не менее, факт ареста есть. Вопрос принципиально заключается в следующем. На основании каких юридических норм будет осуществляться конфискация этих активов? Наиболее вероятным является преследование держателей этих активов по статье «Отмывание средств, полученных преступным путем». Это наиболее распространенная статья по отношению к замороженным частным активам. Это статья, требующая очень серьезного анализа и достаточно большого массива документов, подтверждающих легальность происхождения этих средств, чем, как правило, россияне никогда в жизни не заморачивались. Поэтому по любому из российских олигархов, имеющих крупные активы за границей, достаточно теоретически возможно применить эту статью. Только вопрос заключается принципиально в следующем. Что механизм получения украинных этих денег может быть следующий. Эти активы конфискуются по статье, о которой я сказал, и они поступают в местные бюджеты. Потому что, как правило, эта статья предполагает конфискацию в местные бюджеты, в бюджеты тех стран, которые осуществляют преследование в рамках системы ФАФ. После этого, уже решением их правительств, эти средства могут быть направлены в Украину или часть этих средств, или в полном объеме. В силу того, что эти средства не являются средствами налогоплательщиков, в силу того, что эти средства конфискованы российскими, скажем, подсанкционными лицами. Так что теоретически это возможно. Хотя, опять же, есть и обратная сторона медали в этом отношении. Мы уже услышали о том, что россияне достаточно активно угрожают заморозить частные европейские активы, находящиеся в Российской Федерации, и провести их конфискацию. Общий объем средств, который на сегодняшний момент остался в Российской Федерации, и который принадлежит европейским финансовым компаниям, и не только финансовым, собственно, и промышленным компаниям, он достаточно велик. Он где-то сопоставим с объемом замороженных частных российских активов. Поэтому тут есть очень осторожный момент с точки зрения тех стран, которые готовы осуществлять подобные мероприятия. Почему? Потому что могут пострадать их бизнесмены, их бизнес. А если мы вспомним с вами начало нашего разговора, как на сегодняшний момент политические руководители стран защищают собственный бизнес и ищут механизмы для того, чтобы его каким-то образом поддержать, то решение о конфискации российских частных активов должно быть настолько безупречно с точки зрения законодательства, чтобы оно не повлекло за собой аналогичных действий со стороны россиян по отношению к частным активам европейских компаний. Олег Владимирович, спасибо большое. Вы знаете, объяснили четко, на самом деле, с экономической точки зрения, что же происходит в этих хитросплетениях. Мы вам за это очень благодарны. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, присоединялся к нашему эфиру. Еще раз спасибо. Продолжение следует...